Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и вы смотрите распаковку к честному обзору. Сегодня у меня на распаковке Samsung Galaxy A41. Примечательен он тем, что у него есть все основные опции в небольшой ценник. Ну, во-первых, тройная камера 48 мегапикселей. Здесь есть также широкоугольник, который имеет разрешение 8 мегапикселей и вспомогательная 5-мегапиксельное время пролетная камера, которая, знаете, делает сзади вот этот размытый эффект. Красота, которую все обожают, особенно инстаграмщики. Здесь есть селфи-камера, которая имеет разрешение 25 мегапикселей. У него на борту, между прочим, 64 гига собственной памяти, которые можно расширить флешкой до 512, а также есть поддержка двух сим-карт. Вы представляете, 64 собственной памяти и 4 оператива. Это же то, что раньше было во флагманах, а теперь у вас есть это за копейки. Здесь поставили даже NFC, и это позволит полноценно рассчитываться. Я считаю, что этот смартфон обладает всеми характеристиками для того, чтобы его купить. Даже FM-приемник поставили для любителей аналогового радио. Ну, я один из них, конечно. Обожаю и винил, и аналоговое радио. Смотрите все подробности прямо сейчас в нашем честном обзоре. Вперед! Ну что же, вы правильно сделали, что остались. Хотя и сами об этом догадались. Давайте начнем с распаковки этого красавчика. Распаковка А41 это еще один подарок от Samsung, которыми нас просто завалила компания. И это не может не радовать. Открываем и смотрим, что внутри. Упаковка явно богаче, чем в версии, которую я показывал вам ранее. Открываем и смотрим, что в комплекте. Выглядит он симпатично. Темно-синий цвет ближе к черному. Практичный. Шнуры и блоки питания и все остальное. Здесь черного цвета. Также мы видим в комплекте наушники. Внутри коробочки также есть вот такая упаковка, в которой я ожидал увидеть силиконовый чехол, но которого, как всегда, Samsung не дает. Он имеет небольшой вес и абсолютно стандартную батарейку. Открываем красавчика, чтобы рассмотреть его получше. На самом деле с большим трудом можно приглядевшись увидеть, что это не черный цвет. Ну такой интересный фиолетовый. Выглядит вот благородно. Мне нравится. А вам напишите, пожалуйста, в комментариях. Блок питания по классике это быстрая зарядка. Samsung теперь делает это постоянно и скоро я перестану об этом говорить. При этом шнур на обратном конце USB Type-C. Я показываю продвинутым зрителям честного обзора характеристики зарядного устройства. И здесь очевидно, что оно выдает 15 ватт. Наушники такого формата мне всегда напоминают душевые лейки. И, соответственно, звук в них... Ну, можете, в принципе, использовать для разговоров по скайпу. Или, ну, что-то вот в этом духе. Распаковка это всегда беглый обзор. Потому что если я делаю честный обзор, полноценный, то я несколько недель хожу со смартфоном, всячески его исследую, пользуюсь им. А здесь я взял его в руки, попользовался, быстренько посмотрел и уже выдаю в эфир. Для того, чтобы вы, как покупатели, смогли определиться как можно скорее. Ведь это смартфон, от которого не стоит ждать чудес за эти деньги. И каждый это прекрасно понимает. По крайней мере, каждый адекватный человек. Отсюда и нет смысла уделять ему больше времени, чем он этого заслуживает. А уже с флагманами я, конечно, ковыряюсь по полной программе. Ведь они гораздо сложнее, гораздо интереснее. И о них стоит рассказать детальнее. Потому что и денег за них приходится отваливать гораздо больше. И здесь нужно сделать абсолютно точный выбор, чтобы не заплатить за ерунду, от которой вы потом будете не в восторге. Давайте бегло осмотрим внешний вид данного смартфона. На правом торце мы видим стандартные клавиши управления. Это у нас включение-выключение и качеля громкости. Слот для сим-карты немножко нестандартный. Он какой-то широкий. Посмотрите, сразу можно поставить две сим-карты и microSD. Это я считаю удобством. Если вам нравится, что я все показываю крупно, то можете влепить царский лайк. На заднем торце расположена камера 48 мегапикселей, широкоугольник и обычная. Ну и вспомогательную я не считаю. Не сразу можно заметить, что задняя поверхность скрывает своим фиолетовым, темно-фиолетовым цветом вот такую интересную текстуру. Ну, я думаю, что это сделано просто для того, чтобы было. На нижнем торце стандартная история, динамик, микрофон, USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников. На верхнем торце одновременно можно разглядеть второй микрофон для записи стереозвука и шумоподавления, а также здесь мы видим селфи-камеру, в которой вот так все эти органы очень близко расположены. Каплевидная форма селфи-камеры и спрятан над ней разговорный динамик. Также мы можем рассмотреть плотность пикселей, она достаточно высокая. Датчик отпечатка пальца находится под дисплеем и работает достаточно хорошо, но не супер быстро. Евгений Донец, мультиформатный ведущий со стажем более 14 лет. Одинаково блестяще проведет вашу свадьбу, корпоративную вечеринку или концерт. Возраст людей не имеет значения. По отзывам клиентов, ведущий Донец не похож ни на кого. Он отличается ненавязчивой подачей, искренним ведением праздника и высоким уровнем профессионализма. Если на вашей свадьбе появился Евгений Донец, значит она пройдет весело. А теперь давайте опустим шторку и посмотрим, что там внутри. Какие опции у нас есть в эти деньги? Кто не в курсе, я снимаю видео с частотой 60 кадров в секунду, чтобы все было очень плавно и вы понимали, как все обстоит. Но что же, а здесь у нас основные опции остались на месте. Это Bluetooth, Wi-Fi, само собой, фильтр синего, необходимый в случае с Super AMOLED дисплеем, от которого устают глаза. Здесь, между прочим, есть Smart View. Это история, которая позволяет транслировать картинку на экран вашего телефона. В остальном здесь NFC, который обычно не характерен бюджетной версией. Здесь он есть, и это делает версию полноценной, как и отпечаток пальца под дисплеем. Если заглянуть в настройки, то здесь ничего интересного нет. Это абсолютно стандартный Samsung. Единственное, что посоветую, на Super AMOLED дисплее сразу переходить на мягкие цвета, потому что глаза очень сильно устают. Режим естественные цвета гораздо лучше насыщенного. Получается, что здесь вообще все полноценно. NFC для того, чтобы рассчитываться, хорошие камеры. А вот насчет камер давайте посмотрим тест. Full HD 30 кадров в секунду, стабилизация отсутствует. Full HD 30 кадров в секунду, съемка на широкий угол без стабилизации. Съемка видео на селфи-камеру при контровом освещении. Основная камера Full HD 30 кадров в секунду, стабилизация невозможна. Переключение на широкий угол во время съемки невозможно. Широкоугольная камера 30 кадров в секунду, стабилизация невозможна. Макросъемка. Макросъемка. Мое впечатление, что камера имеет хорошую цветопередачу. Фотокамера вообще вопросов к ней нет. Но видеокамера при хорошей цветопередаче очень посредственная. Нет даже стабилизации. Снимать со штатива можно, при дневном свете все прекрасно. А ночью? Ночная съемка на широкий угол. Но, как видите, это просто невозможно сделать нормально и качественно. Ночная съемка Full HD 30 кадров в секунду. Стабилизации здесь просто в принципе нет. Ну да, получается и ночью кое-что видно. Значит, если не ждать чудес от этого смартфона и реально смотреть на вещи, то это классная, красивая моделька, которую вы сможете подарить кому-то из близких. Ну а теперь давайте посмотрим, просто из любопытства, какие-то игры он потянет или нет. Но мне лично очень интересно, потому что слабые смартфоны, вот что они могут, я обожаю выжимать их просто. Смотрим. Игра Asphalt идет с достаточно невысоким качеством. Я вижу абсолютно все пиксели, а динамика этого смартфона звучит, мягко говоря, не супер. Ну то есть он прям тихий, сейчас он на полную громкость. И я вам скажу, что если вы любите смотреть ютубчик, то кайпа не получите. Нужно будет смотреть только через наушники. Через наушники звук достаточно хороший. Посмотрите, если покрупнее, то картинка очень пикселизированная. Из-за этого я считаю, что идет не супер. Но в целом играть можно. Я только что запустил игру PUBG Mobile для того, чтобы вы могли протестировать качество, с которым она будет идти. Даже уже здесь, на стартовой площадке, можно видеть, что вполне себе все работает. Особо тормозов никаких нет. Частота кадров 24. Запускаем игру Injustice. Здесь тоже очевидно, что играть вполне себе возможно. Я не люблю такие игры, поэтому просто жмучу попало. Лишь бы движение на дисплее происходило хоть как-то. Но сам факт, что ваш ребенок может насладиться. Хотел сказать, или ваш дедушка. Вот, кому это надо. Сейчас практически все смартфоны тянут более-менее любые игры. Но качественно тянут игры только флагманы. Ну что же, играть в игры на этом смартфоне получается, что можно и даже нужно. К сожалению, не во все, а только в некоторые. Тем не менее, это не отменяет того факта. Вы знаете, что я к серии А отношусь достаточно скептически. Потому что ее всегда делают похожей на флагманы. Однако она никогда не соответствует флагманскому качеству. И вы должны это понимать четко, делая осознанный выбор. Если вы ждете от смартфона стоимостью в пределах 20 тысяч флагманских характеристик, то вы очень наивные. Потому что рубль за это время упал в два раза. Именно поэтому я называю такие смартфоны бюджетными. То есть, по факту, если он стоит 15, то по старому рублю он стоит 7. Ну а за 7 какой смартфон может быть? Ну логично же. Да, что вы думали? Падение рубля вовсе не влияет на валюту в странах-производителях. У них-то все стабильно. Они как бы нам эти телефоны продают за ту же цену. Получается, если мы видим, что цены на смартфоны в целом подешевели или не поднялись, это значит, что нам просто продают бюджетные версии, обрезанные, ну по тем или иным параметрам. Стоимость этого смартфона в магазине Касла в районе 17 тысяч 500 рублей. Посмотрите, как он здесь грамотно представлен. Вы можете прочитать характеристики и описание. Подводя итоги, могу вам сказать, что покупая этот смартфон, вы получаете все опции на борту. Все необходимые для современного смартфона. Это NFC, это игры, это достаточно хорошие камеры, на которые можно делать неплохие снимки, но не профессиональные. Этот смартфон подойдет вашему ребенку, подойдет вашему родителю в подарок. Ну потому что он маленький, он компактный, а вот эти огромные лопаты, они далеко не каждому нравятся. Поэтому вы должны, учитывая все минусы и плюсы данного смартфона, сделать все-таки самостоятельный выбор. Это была распаковка к честному обзору, а будет ли обзор полностью, зависит только от вас. Если очень много комментариев под этим роликом я увижу, в которых вы говорите, Жека сделает более детальный обзор на этот смартфон, то, конечно, я пойду вам навстречу. А на сегодня это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь говорят все то, что я сказал. Пока! А вы в курсе, что у меня есть лайв-канал, на котором вы можете посмотреть интересные экспериментальные видео на разные темы? Кое-что может показаться вам зашкваром, но именно так люди ищут себя. Именно так мы пробуем форматы на каких-то лайв-каналах. Может быть что-то и выстрелит, а также для души это делается. Ведь честный обзор это тяжелая работа, хочется иногда и расслабиться. Перейдите на лайв-канал и оцените. КОНЕЦ